Здравствуйте, товарищи! Здорово, народ! Как ваше ничего? Наверное, нормально. Надеемся. Интересненько. Интересненько почему? Потому что у нас есть очень-очень старый интересный образец фары Lada Priora, которого не было еще ни у кого, по-моему, на интернет-каналах. Его еще никто не видел, но он классный, ребят. Реально. Эта фара провалялась вообще на складе, но вот лет 15 это точно. Никому она не нужна уже, потому что ценник вот этих фар сейчас, друзья мои, 18 с лишним тысяч. Это на Priora, да. Но она интересна чем? Во-первых, будет интересно вот та же напись «Проспорт». Конечно, я думаю, если вот так вот погонять, где-нибудь да можно поймать, что это про спорт. Ребят, и написано еще, да, H9, кстати, маркировка, вот сразу лампы H9. Здесь стоит H9. Причем, вот поводи ее давай, тут такая, она фиолетовая, прикольная, прикольная, с какой-то полировкой, ребят. В чем вся суть? Данный конфиг фары интересен чем? Во-первых, H9 в линзах встретить нереально. Но это, в принципе, лампочка похожая на HB3, друзья. Сегодня мы покажем ее замен. То есть, в принципе, все то же самое, сопоставимо с линзами, если у вас HB3 и оно все вот так вот закрыто. Второй момент. Здесь ближний и дальний свет. Прикиньте, все в одной линзочке, ребят. Плюс колечко светится, вот эти части засвечиваются, поворотник, короче. Попытаемся запустить, но не факт, что это у нас получится. Ну, нам хотя бы ближний показать. Нет, ближний-то мы покажем в ливанном случае. Как заменить лампочку H9, потому что про лампочку H9 нигде, ничего нет. Это же лампа дальнего света. Она как-то меняется. Она как H11, так раз, два, три. Ну, как-то она меняется, но мы покажем, как она меняется. Ну, никто про нее ничего не знает, поэтому мы сегодня покажем. Я вам скажу больше, даже я про нее ничего не знаю. Да? Она очень сильно похожа на H11, но сейчас покажем, в чем у нее отличие, друзья. Итак, что мы будем сегодня ставить в данную линзу, чтобы просто многие из вас поняли наконец-то, что в линзе не всякое добро светит. Начнем с конца. С конца? Не надо с конца. У нас есть F3. F3. Это самый топ. Стандартненько. Цена характеристики, давай. Цена характеристики. 5 тысяч пара, 2 года гарантии, 20 тысяч люмен на пару, 90 ватт на пару, 6500к, оно светит на 5к. В принципе, вот так. И не надо, пожалуйста, спрашивать, а ваш 11 какие характеристики? Я слышал, у вас ваши 7 характеристики? Такие же. Да. Характеристики у всех цикалей одинаковые. Что у F3, что у Nafsaya, что у Brawi. То есть есть лампа с определенными характеристиками и просто разные цикаля. Это не как галоген, который есть аж 4 на 55, а есть на 80 ватт, а есть на 45. Нет, здесь есть одна классификация, то есть вот 20 тысяч люмен. И один цвет. Один цвет. Один цвет, да. А в одном цвете, в других не бывает. Нет, ну опять же, ну если мы берем Brawi дешевую, то Brawi дешевую есть 6500-4300. Да. Это другой разговор уже. А если берем ауксиду в туманке, там еще 3000 чк добавляется. Да, да, да. То есть это уже другой разговор. Да. Что касаемо стандартных позиций, которые идут, вот 6500, они все будут идти 6500, они все будут идти 20 тысяч люмен, они все будут идти 45 ватт. Все. В любом цоколе, в котором бы вы не спросили. На Avsai 15000 люм. Да. Лампочка специально разработанная для линзы и нигде она не светит, кроме как в цоколе аж 4. В рефлекторе, в смысле. Да, в рефлекторе, друзья. И вопрос в следующем. У нас там есть еще крышка, то есть мы сегодня будем еще пробовать это все запихнуть под крышку. И закрыть. Под штатную в этой фаре. И закрыть, да. Характер, цена, гарант. 45 ватт на лампу, как заявляет производитель. Да, 90 ватт. То же самое, что типа у F3, ребят, но светит холодным белым светом. Вот тут 6000к прям реальных. 30 месяцев гарантия. Два с половиной года, чтобы вам было проще. Да. На Avsai. На Avsai. На пассивном охлаждении. Представитель сегодня на пассивном охлаждении того, что в линзах не должно светить. Но мы проверим. Ну, многие же хотят. То есть, а вот я возьму вот аж 11 вот так вставлю в линзу. А как оно будет светить? Что-то практика показывает, что никак. Бравия 16. Это интересная штука. Давно хотел попробовать ее в линзе. Бэй, не тестили разу Бравия 16 в линзе? Тестили? Не знаю. Тестили. Аж 7, конечно, в галогеновой линзе. Ну, попробуй. Попробуй. Бравия 16. Стандартный. Все знают. 16-ый шлюм. Два года гарантии. Все прочее. На Avsai 33. Там два года гарантии. Две 750, 6500к. Прям холодный классный свет, ребят. И вот такой вот ужас. Тихий, страшный ужас. Вот это для тех, кто говорит, что все летки. Все. Начнем вот так. Это H9. Типа C6. Это типа C6, но H9. Ну, H9, да. Новое поколение C6. Так, 9-32 ватта, IP65, Кобовский чип, авиационный ремень 60-63. 30 тысяч часов. Меньше 30 тысяч часов. А, минус. Минус 40. Плюс-минус 80 градусов. Все? Все стандартно. Все стандартно. Но лампочка имеет Кобовский чип. Да, мы имеем что? Мы имеем вот такую коробку, надписи с цоколями, инструкцию по установке, напечатанную прямо на коробке, а не отдельно лежащую. Гарантийный талон. У-у-у. Сколько весь вопрос. Я знаю, что не дня. И просто лампочки, валяющиеся внутри провалки. Да? Дешевенькая. Все дешево, ребят. Но мы ее взяли специально, чтобы показать, что на Кобовском чипе будет светить вот так. Мы их не трогали. Это новые лампы, абсолютно новые лампы. Просто я хочу показать качество. Прям будет видно. хорошее качество. Под чипами хорошее качество. Атоматичное качество. Сейчас, подожди. Пассивное охлаждение для тумана. Отменное просто качество проводом. Прекрати ее дрочить. Пассивное охлаждение. Безумно легкое. Она вообще невесомая. Но это же авиационный алюминий. Ну да. Чтобы самолеты запускать. И все. Радиатор охлаждения, Кобовские чипы. Острый радиатор охлаждения. Прям можно реально нарезать. Ну ты аккуратнее. Кобовские чипы, причем не особо много. Ну нормально. В серии кошки. Все стандартно. Да. Ну короче, какая-то дичь. Какая-то несусветная дичь с проводом, который выходит вверх. Который делает дадададададам. И вот сегодня в этой фаре мы как раз и посмотрим. Цена. Возможно, Лиза. Цена говна. Блин, я не знаю. Мне кажется, не стоит даже озвучивать. Очень дешево, очень говнисто. Гарантия целых ноль дней. А, кстати, да. За эту цену ноль дней гарантия. Лайк, ребята. И погнали переходить к просмотру видео, как оно там будет светить. Поехали. Итак, господа. Ну что же. Еще, еще. Перед тем, как мы посмотрим, надо выяснить. В чем же отличие H9 лампочки от H11. Многие этого не знают. Смотрите, что мы имеем. У нас есть две лампочки. Остром и старый, старый, старый. Сейчас с такой этикеточкой вы уже хер найдете где. H11, H9. Прошу заметить. Да, да, да. Совершенно верно. Итак, в чем отличие внешнее, друзья? Вот смотрите, H9, точно так же, как HB3, вот здесь не имеет налета никакого, да, что имеет H1 с H8. То есть H1 с H8 призвано свет сюда отражать на отражатель и выходить вперед. У этой и вперед она умеет светить, поэтому во многих линзах она используется как свечение вот именно там ближний-дальний. В новых машинах свежих она уже встречается как лампа дальнего света, как раз потому что вот этого окраса здесь нет. Лепестки практически идентичны, друзья. Только в разные стороны. Ну да, здесь вот такой, здесь вот такой низ в принципе одинаковый, да? Нижние лепестки одинаковые, верхние чуть-чуть отличаются. А ну-ка вот так их поставь. Посмотрим, спираль на одном уровне. Не-не-не-не-не, вот так, да. Да-да-да. Нет, не на одном или на одном. На одном, не на одном. Подожди. Ну-ка. На одном. На одном? На одном. На одном уровне, это уже хорошо, значит, заменим. И, и, и еще, что самое важное, вы одну в другую лампу подключить, если не диоды, не сможете. Почему? Вот смотрите, как выполнены здесь контактные группы. То есть здесь есть сверху и снизу направляечка, здесь только она снизу. Вот это H11, вот это H9. H9 вверх, направляйка в середине, вот она, и внизу направляйка, а здесь она одна в серединке. Да, и здесь, видите, она покороче, а здесь она повыше, подлиннее. Поэтому именно штекер с одной на другую лампу вам переключить, ну, нереально. Многие их режут, заменяет, но, друзья, такое себе решение, менять одну лампу на другую. Они по ваттам чуть-чуть разные, одна 55, вторая у нас, по-моему, на 65, да? Или сколько там? Да, 65 ватт. Да, ребята, преимущество можно в свете получить, но это кучу всего сделать надо, порезать, переделать и прочее. Проще установить светодиодные лампы. А как они будут светить именно в линзе, сейчас и посмотрим. Сначала давай, H9 лампочка в стандартном своем месте. Вот такая вот, ребята, крышка. Места там немного, но оно есть. То есть, в принципе, для тюнинга, для диодов предусмотрели. Итак, посмотрим же на СТГ, давайте, друзья. Вот такой вот СТГ. А ну, зажги, зажги, чуть-чуть подними, Артем Евгеньевич. Прошу обратить внимание, друзья, вот здесь вот есть провал. То есть, если смотреть, видите, вот там вот внизу есть такой черный треугольник. А то будете говорить, что это из-за диода. Но светит, ну, что, неплохо, да? Неплохо. Так прям много провалов. Ну, прям много провалов, но это лампа под то, подо что предусмотрена, как бы, эта линза. Это H9. Светит неплохо, свет есть, СТГшка есть. Но, кстати, вот отсюда смотрится с каким-то фиолетовым отливом. Там, скорее всего, вот она какая-то поляризация есть. Но прикольно. Но желтый, неинтересно. Давайте теперь поменяем на что-нибудь диодное и посмотрим, как это будет выглядеть по СТГ. Ребят, ну, мы начнем с самого топового момента, который есть. Это лампы F3 и на FSAI 15000 люм. Сейчас, значит, мы смотрим F3 по СТГ, ребят. Вот такая вот СТГшка получается. Вон он провал, никуда он не делся. Внизу он так и есть, ребят. Но СТГ идеально. Но ширины, как таковой, много нету. Да, неплохо. Да, прикольненько. Да, прям света прибавилось даже сейчас. Не очень темно, но уже прям видно преимущество в несколько раз. Да, видно сразу даже на СТГ. Да, то есть света стало больше, свет насыщеннее, мощнее, плотнее, ребят. Все круто. Вот на самом деле, да, есть смысл поменять. F3 дает много сразу света. И смотрится. Вот, кстати, с белым светом вот эта поляризация фиолетовая смотрится гораздо лучше, чем желтая. Прям эстетика, прям хорошо. Итак, друзья, ну что же, теперь на FSAI. На FSAI, значит, по поводу установки. Артем, как у нас все? Да вот стоит все, ребят. H9 на H11 светодиодное, бога рак. Итак, смотрим, значит, по свету. Света также много. Свет, правда, стал чуть-чуть похолоднее. Но его также много. Провалы такие же абсолютно точно, как и у F3. И по яркости, ну, в принципе, то же самое. Вообще разница вот так вот на глаз ни хрена не видно. Сейчас прибор подогнать, может, там плюс, тут. Какой? F3 на STG, а горячее пятно больше. Горячее пятно у F3 больше, да? Он устоит чуть-чуть поменьше. Ну, а здесь, в принципе, заливка хорошая. Давай опять туда. Ну, вот, в принципе, вот так, друзья. Тоже, да, хорошо, лучше, чем галоген. По цвету, что у нас тут? Вот он холоднее. Вот хоть стреляю, у F3 он теплее. И вот кажется, как будто его больше. А здесь вот похолоднее. Цвет, вот, кстати, с поляризацией прикольно. Он холодный, он реально холодный белый цвет, друзья. Но прям ярко хорошо. Итак, друзья, смотрите, значит, Бравия 16 у нас. Вот такая вот лампочка здесь стоит. Она не совсем для линзы. Но и, как бы, видно сразу, ребят, если у F3 и у Навсая заливка прям плотная, хорошая, то здесь появляется дохренища черных пятен. Лучше, чем галоген, вопросов нет. Но пятен прям чересчур много и нет такой насыщенности. То есть, если мы вот как бы сюда, видно, что... Пятно прям большое, видите? Да, холодный белый свет, вон там вот такой отрез, как будто сыра ломанули кусок. Ну и давай вперед, Тём, чё там? Ну, тускло. Прям в разы тускло. Не для линзы лампа, но не для линзы. Нет, вообще не для линзы. Так что, ребят, вот Бравия 16, да, можно поставить, чтобы ездить, но такое себе удовольствие лучше переплатить и взять чё-то поинтереснее. Итак, господа, ну что же, у нас нормально уже стемнело. Мы снимаем, продолжаем на ВСАИ 33. Давайте покажем, Артём Евгеньевич. Вот он 33, ребята. Вот такая вот страсть получается. Чё-то как-то вообще не ярко, даже хуже, чем Бравия. Очень много тёмных пятен, прям чёрных таких пятен, прям много, ребят. Да. Нет, тоже неплохо, но, блин, треугольник, да, вот он всё в том же месте. Яркости вообще нет, она прям тусклая, он до гаража доходит и всё, она просто меркнет. Она ярче, чем Бравия, или просто потемнело? Нет, просто потемнело, но по факту Бравия повеселей, но то же самое. Ну, Бравия не для линзы, она и эта не для линзы. Да. Поэтому, нет, друзья, это тоже не оно. Ну и гвоздь нашего сегодняшнего эфира, ребята. Самое лучшее, что можно предложить вам для линзы. Самый шикарный вариант, который вы сможете найти за очень скромные деньги. Который, поставив в линзу, вы просто охренеете, друзья. Потому что, скажу сразу, что дешёвые лампы деградируют быстрее. То есть, в чём сама суть лампы дорогой и дешёвой, ребят? Дешёвые лампы вы покупаете, они попервой светят классно. У неё плюс-минус есть. Да? Охренеть, у неё даже есть плюс-минус. А дорогие вы лампы покупаете, они как светили, так и светят. Светить, как я. Поэтому, ребят, давайте же посмотрим на новую лампу, H9, что вам предлагают в эти деньги. Давай покажем, что это она. Вот она, ребята. Итак, давайте же посмотрим. О! Нихера себе! Пятно ушло, но свет пропал. Пятен стало меньше, но света стало в несколько раз меньше. Блять! Давай вот. Шикарно, шикарно. Оно есть небольшое, нет, оно есть. Прям тускло-тускло, прям вообще пиздец. Погнали сюда, и всё, на гараже уже ничего нет. Хотя стало темнее, ребят. Вот такая вот потеха. Ай-яй-яй, и ужас. А ну-ка. Уай! Не ярко, вообще даже так не ярко. Итак, друзья, чтобы вы понимали, в чём как бы особенность, да? Да, вот, F3, яркость, качество и здорово. Вот, пожалуйста, как должно быть. Да, пятнышко есть, но, ребят, вот для сравнения, и как это в коридоре может светить в этой конкретной фаре. Вот, подними ещё, подними, подними. Вот, и всё, прям на гаражах видно, и там хорошо, и здесь залито, и выше поползло. Да, вот это вот отличный, качественный свет, максимально возможные деньги. В таком конфиге линзы, то есть такая вот линза. Вот насколько она может светить, вот, пожалуйста, настолько она и светит. И, друзья, что хотелось бы сказать в конце. Ребят, для чего этот тест был, мы, я надеюсь, вам объяснили, что есть лампы для линз, есть лампы не для линз. И, как бы, покупать огульно, нестись, я хочу летку воткнуть и ослепнуть, ну, окей, ребят. Как бы, линзы есть живые, есть не живые. То есть, вот конкретно линза живая. На её возможности F3 показал опять максимум. На ФСАЙ показал тоже свой максимум, достаточно классные лампы. Просто F3, она потеплее цвета, а на ФСАЙ похолоднее. А так и та, и та достойные лампы. H9, я ни разу нигде не слышал, что в линзе меняли H9, показали, ребят. Мы показали, в чём разница, всё-всё-всё, все нюансы показали. То есть, что стоит делать для того, чтобы поменять H9 на светодиоды. Вот, пожалуйста, H11, ваше решение. Вот, поэтому, друзья, выжать свет из даже не очень качественной линзы, а в проспорте не использовались качественные линзы, там просто это всё делалось для красоты. Да, фара интересная. Да, приоры у нас ещё не было. Присылали отзыв по приоре, но именно приоры у нас как таковой не было. А с тюнинг фарами тем более. Поэтому нашли фару, это приора, специально для вас. Постарались, показали, как могли. И вам спасибо огромное, друзья. Мы в Воронеже, ребята, приезжайте. Вот, Артём приглашает всех и каждого на приорах. Приезжайте к нам, покажем, что мы умеем своими лампами, как это может светить в ваших фарах по максималочке. Вам спасибо, до новых встреч, Воронеж. Город Воронеж. Вовка и Артём, специально для вас. Есть вопросы, задавайте в ВКшечку. До новых встреч. Субтитры делал DimaTorzok